В Кустанайской поликлинике номер 3 теперь есть свое отделение скорой медицинской помощи. Для них приобрели две машины и GPS-навигаторы. Фельдшеры прошли обучение по расширенной реанимации, базовой реанимации детей, травмам и сердечно-легочной реанимации. В день мы обслуживаем 10-13 вызовов в круглосуточном режиме. Мы видим, что в основном это боль при хронических заболеваниях, это повышение АД у наших пациентов, и в основном это острая задержка мочи, это какие-то трофические язвы, то есть это действительно хронические заболевания. Я думаю, что это наши те больные, которые не могут прийти в нашу поликлинику. Новое отделение работает в тесном контакте с областной станцией скорой неотложной медицинской помощи. По GPS-навигаторам диспетчеры областной станции контролируют маршрут скорой помощи поликлиники. А на смартфоны фельдшеров, в которых установлена информационная система КОМЕК, поступает информация о больном. Диспетчер при поликлинике теперь работает круглосуточно. При этом обслуживает отделение скорой помощи только тех пациентов, кто к ней прикреплен. И только по четвертой категории срочности. Сюда относятся пациенты с хроническими заболеваниями, пациенты с острыми заболеваниями воспаления кожи, подкожной клетчатки. Также пациенты, у которых рвота, жидкий стул, но с легкими признаками обезвоживания. Рвота у беременных до 12 недель, легкие травмы, шибы, ссадины, легкие степени ожоги, обморожения. Создание отделения скорой помощи при поликлиниках, как отметили в управлении здравоохранения, планировалось уже давно. При этом такой шаг должен облегчить работу областной неотложки. Таким образом, эти вызова несколько снижают нагрузку на саму скорую неотложную помощь. Почему выделено? То есть не все вызова подлежат скорой помощи. Есть градация, когда состояние угрожаемое для жизни и состояние с ухудшением. Это две разные вещи. То есть там нужна скорая помощь, здесь можно обслужить неотложную помощь. В областном управлении здравоохранения рассказали, что отделение скорой медицинской помощи до конца 2018 года появится при каждой поликлинике. Кроме этого, теперь районные неотложки не будут отдельными юридическими лицами. Они войдут в состав Кустанайской областной станции скорой помощи. Монорбек Касколов, Екатерина Комиссарова, РТН.